Сегодня в России и во многих других странах отмечают Всемирный день зрения. Дату установили по инициативе Всемирной организации здравоохранения, чтобы привлечь внимание к проблемам глазных болезней. По данным Международного агентства по профилактике слепоты, в мире больше 250 миллионов человек имеют проблемы со зрением. Из них 36 миллионов не видят вовсе, а 217 миллионов имеют умеренные или тяжелые нарушения зрения. Большой вклад в развитие отечественной медицины внесли самарские офтальмологи. Об этом в своей книге «Судьба моя офтальмология» рассказала заслуженный врач России, кандидат медицинских наук Анна Ивановна Золотарева, 20 лет, руководившая больницей имени Ярошевского. Она описала не только тех медиков, кого знала лично, но и восстановила по архивным записям историю врачей, которые работали на Самарской земле, начиная с 19 века. Это земские врачи, это сельские офтальмологи, это люди, которые занимались ликвидацией такого тяжелого заболевания, как трахома. Благодаря их усилиям, по сути, героическому подвигу это тяжелое заболевание на территории Российской Федерации было практически ликвидировано в 50-60-х годах прошлого века. Это очень тяжелое заболевание, инфекционное, которое приводило к слепоте, к деформации век. В царское время и в начале 20 века трахома была очень распространена. В Самарской области были целые села, поголовно целиком пораженные трахомой. Около двух лет Анна Ивановна Золотарева работала над книгой, куда вошло много личных воспоминаний, в том числе о работе под руководством профессора Тихона Ивановича Ярошевского и первых опытах оперирования. Был очень пожилой дедушкой, была так называемая эндогенная инфекция, скорее всего, из мочеполовой системы. Поскольку он поступил срочно, его достаточно не обследовали, и начался воспалительный процесс. Как раз в это время приезжает Тихон Иванович, мы ему показываем, он спрашивает, кто оперировал? Говорят, вот Золотарева. Как? Я вас предупреждала, чтобы вы не лезли на единственный глаз. Я стою, потому что сказать, что некому было оперировать, в общем, нельзя было. Вот. И мне пришлось самой выхаживать его, потому что в таких случаях часто глаза погибали. Это единственные. Значит, субботу, воскресенье я сама приезжала, сама делала инъекции. То есть я дедушку выходила. С 1979 по 99 годы Анна Ивановна Золотарева руководила больницей Ярошевского, и это было тяжелое время перемен политических изменений. Но ей удалось сплотить коллектив, внедрить новые технологии, сохранить больницу, а теперь еще и память о славных традициях прошлого, чтобы новые поколения офтальмологов не снижали высокую планку предыдущих достижений. Светлана Кудрявцева, Василий Колдашов, События.